Они в последний раз вышли на эту сцену все вместе. 15 финалистов. Это те, кто своим трудом готовит будущую славу России. И в их числе представитель Самарской области, учитель из Сызрани Анжелика Зимина. И пятеро суперфиналистов, из которых будет назван только один, учитель года 2016. Всех ожидает прием на высшем уровне в Кремле. Именно от вашего труда зависит, каким будет будущее нашей страны. И вот конкурс позволяет нам с уверенностью говорить, что будущее будет нашим блестящим. Для Самары в этом году выпала особая честь принимать финал всероссийского конкурса. Можно без преувеличения сказать, что за этим следила вся педагогическая общественность мира. Просмотрены десятки уроков, изучены самые разные методики. И каждая из них, как научное открытие, достойна и самой высокой оценки. Очень важно, что в нашей великой стране есть такая система образования. И, конечно, наша задача ее удержать, чтобы она осталась фундаментальной. Она поменьше подражала, поменьше заимствовала, не думая. Что, конечно, победителями являются все учителя. Все учителя России. Потому что у нас праздник. А это просто те люди, которые сейчас на вершине являются полномочными представителями нашей системы образования. По признанию членов жюри, каждый из участников достоин того, чтобы стать учителем года России. Но правила таковы, что победитель только один. Уже в Самаре бесспорным фаворитом стал Александр Шагалов. Учитель литературы из Ромавира. Это Краснодарский край. Сам Александр Михайлович говорит, что за лавры особо не переживает. Но по олимпийскому девизу само участие в конкурсе стало для него лучшей наградой. Мне очень понравилась эта земля. Самарская область, река Волга. Многие из нас никогда здесь не были из участников. Всегда приехала вся Россия. Поэтому большое спасибо Самарской земле за то, что так нас приняли. И главное чувство – это чувство дружбы между конкурсантами. А кто в итоге станет 27-м обладателем «Хрустального пеликана», станет известно уже сегодня вечером. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.